Еще раз всем привет. Меня зовут Николин Иван. Я представляю Gazprom CPS, команду разработки портальных решений. Наша команда занимается реализацией разработки полного цикла программных решений. В частности, мы специализируемся на разработке веб-решений. Полный цикл у нас заключается в том, что мы разрабатываем решения от формализации требований, далее проектирования, разработки, тестирования, перевода в промышленную эксплуатацию и до поддержки и сервиса. В этой команде я руковожу DevOps-инженерами. И как раз в своем докладе, который называется «Подходы и инструменты безопасной разработки портальных решений». Я постараюсь рассказать, как мы применяем безопасные подходы разработки в нашем производственном цикле. Начну с того, что в своей работе мы активно используем различные методологии разработки, в частности, SDLC, DevOps. Может быть, вы о них слышали. Начнем с SDLC. Что это такое? SDLC – это у нас жизненный цикл разработки программного обеспечения, который состоит из определенных этапов, которые определены по какому-то функционалу, определены по срокам и направлены, эта методология, на большую управляемость и контроль качества. Если обратиться к истории и понять, для чего вообще были разработаны такие методологии, то стоит начать, наверное, с 40-х годов, когда компьютеры были размером с комнату, был придуман язык ассемблера. Тогда, естественно, люди только научились, в принципе, писать какие-то команды для процессоров человека в понятном языке. Далее, в 50-е годы стали появляться уже более такие высокоуровневые языки, типа такие как Algo, Fortran, Lisp. Собственно, тогда у нас методология заключалась в таком подходе, так называемом Code and Fix. То есть, когда человек сам пишет, сам тестирует, сам себя проверяет, идет дальше. Вот, собственно, тогда где-то в 60-х годах начала зарождаться каскадная модель разработки. Ну, то есть, последовательное выполнение задач. Вот, и где-то в 80-х годах появились еще более высокоуровневые языки программирования, такие как C, Pascal, Basic. Появился такой прикольный язык, называемый язык Ада, по заказу Министерства обороны США, вот, который был назван в честь первой женщины-математика-программиста Адель Лаблэйс. Вот, также методологии усложнялись, начали появляться B-образные методологии, различные RAD-методологии и так далее. В 90-х годах появились уже все нам известные языки, такие как Python, C++, Java, который раньше назывался OOK, и был перетременован Java в честь любимого сорта кофе-разработчика, просто так и вам для общего развития. Вот, также в то время у нас стала очень активно развиваться веб-разработка, появился язык PHP, вот, на котором, кстати, наша команда специализируется. Вот, PHP был назван также интересным образом, его разработчик назвал как Personal Homepage, вот, так как разрабатывали собственных нужд. Вот, впоследствии язык стал очень популярен, и уже акроним был переименован в гипертекстре процесса. Вот, собственно, где-то начиная с 90-х годов очень активно стали развиваться инструменты разработки, алгоритмы стали усложняться, стали появляться распределенные команды. И чтобы управлять такими командами и, самое главное, процессом разработки в таких командах, потребовалось внедрение гибких подходов к разработке. Появился Agile. Появился Agile в его премворке, ну, такие более известные, Scrum, Kanban и так далее. Вот, вы о них, наверное, знаете. Вот, далее у нас где-то к 2010 году инструментов стало так много, что на стыке технологий и профессиональных направлений, таких как разработка и эксплуатация, то есть, условно, разработчики и системные администраторы, у них начали появляться конфликты в подходах к разработке, к организации инфраструктуры, процессов и так далее. И на одной из конференций была выдвинута гипотеза, что было бы неплохо объединить эти направления и сделать какие-то единые процессы, практики и так далее. Так появился у нас DevOps. DevOps, который сокращенно от двух слов, development и operations. То есть, это разработчики, скрещенные системными администраторами. Параллельно с этим в это время стали появляться в отрасли вызовы информационной безопасности. То есть, тоже, как известно, в 90-е годы стала набирать большую популярность операционная система Windows. И под эту систему стали писать большое количество вирусов, эксплойтов, вредоносных программ. Напомню, что такое эксплойт. Это эксплуатация какой-то недокументированной возможности, которая была не предусмотрена или недоработана на этапе разработки программного обеспечения. То есть, условно говоря, дырка в ходе, которую эксплуатируют злоумышленники. И вот, чтобы бороться с такими ситуациями, в процесс разработки было внедрено понятие security. То есть, на всех этапах разработки жизненного цикла, что видно на слайде, вторым слоем были налеплены мероприятия по информационной безопасности. То есть, мы на этапе планирования встраиваем мероприятия анализа рисков. На этапе проектирования мы проектируем какую-то защищенную архитектуру. Дальше на тестировании мы анализируем уязвимости и так дальше. То есть, в дополнение к основным мероприятиям появились мероприятия по информационной безопасности. То же самое касается и DevOps. То есть, DevOps тоже эволюционировал. И если посмотрите на слайд, то видно, что если SDLC у нас кружочек, то DevOps у нас такая восьмерочка, принято ее называть. И вторым слоем как раз-таки также сверху обозначены мероприятия по информационной безопасности. То есть, на каждом этапе DevOps также разделены на этапы. Эти этапы чуть-чуть отличаются. Сейчас поясню, почему. Потому что SDLC, как я уже говорил, он настроен и ориентирован больше на управляемость сроками, управляемость качеством продукта. DevOps у нас направлен на эффективность и сконцентрирован на инструментах. То есть, все практики, которые в DevOps используются, они ориентированы на какие-то инструменты. И эти инструменты позволяют повысить эффективность разработки, увеличить производительность и скорость выхода конечного продукта. Вот слева как раз на слайде видно, какие у нас этапы используются и какие классы инструментов мы используем также в нашей компании. Торговые марки я писать не стал, чтобы вас с ума не сводить, потому что их очень много сейчас, очень большой выбор инструментов. Собственно, как раз вот такие подходы мы используем в нашей компании при реализации DevOps. Идем дальше. И немножко расскажу о тех практиках, которые мы используем при реализации цикла разработки программных продуктов. То есть, если говорить о DevOps, то мы используем такие практики, как Infrastructure as Code. Если по определению идти, это практика управления и развертывание инфраструктуры IT-систем с использованием хода автоматизации. Возможно, вы об этом слышали. Это такой подход, когда инфраструктура сервера, условно, разворачивается не вручную. То есть, системный инженер сидит, не сидит и не конфигурирует каждый компонент в отдельности. Заранее пишется скрипт, какой-то так называемый плейбук. И после того, как скрипт написан, его можно запускать и настраивать автоматизированно в течение нескольких минут компьютер или целую сеть, или несколько сетей. То есть, можно автоматизировать работу с большим количеством инфраструктурных единиц. То есть, можно настраивать также облачную инфраструктуру, локальную любую. То есть, подход, который повышает эффективность. Плюс к этому, если говорить про безопасность, то очень сильно исключается человеческий фактор и возможность ошибок. То есть, когда мы настраиваем вручную, мы склонны к тому, чтобы допускать какие-то ошибки. То есть, в конфигурации какие-то параметры неправильно указывать. Здесь мы все четко формулируем уже в плейбуке. Следующий подход у нас называется compliance spot. Уже не такой распространенный, но тем не менее важный. Смотрите, здесь мы говорим, что в каждой компании есть какая-то нормативная документация, которая описывает требования к обеспечению информационной безопасности. Это какие-то локальные акты, документы. Это могут быть подзаконные акты и так далее, приказы. Для того, чтобы соблюдать эти все мероприятия ранее, мы привлекали коллег из информационной безопасности, которые проводили регулярный аудит информационных систем, наших продуктов. Это довольно большие трудозатраты. И впоследствии мы решили, что для себя. Мы напишем определенные плейбуки, также с помощью инструментов автоматизации, в которые заложим как раз вот эти все требования. И будем применять эти плейбуки для того, чтобы автоматизированно применялись настройки на наши решения. То есть мы запускаем плейбуки, настройки применяются. После этого мы просто показываем результат специалисту информационной безопасности и экономим огромную кучу времени. Как на приемке решений, так и в принципе во время эксплуатации. Вот такой вот интересный подход. Третий подход Security Ascot. Он такой более всеобъемлющий и заключается в том, что мы компилируем все возможные подходы и практики, которые используются в девопсе. То есть если мы говорим про тестирование, то здесь в Security Ascot войдут скрипты, которые отправляются на проверку уязвимостей. Если мы говорим про этап диплоймента, мы говорим, что там у нас скрипты появляются, которые проверяют секреты, пароли, что они находятся в защищенных местах. Мы проверяем уязвимости на какой-нибудь контейнерной инфраструктуре или проверяем целостность каких-то компонентов. То есть на каждом этапе мы запускаем какие-то скрипты, которые проверяют мероприятия информационной безопасности. И в комплексе все эти скрипты составляют подход Security Ascot. То есть обеспечивают безопасность подходы безопасной разработки на всем жизненном цепле. Идем дальше. На этом слайде просто покажу так информационно, как сокращаются наши трудозатраты. Но здесь очевидная вещь, что так как мы используем подходы автоматизации, трудозатраты при сравнении с ручной настройкой значительно сокращаются от 2 до 10 раз. То есть, условно говоря, мы сокращаем трудозатраты как системных инженеров, которые настраивают инфраструктуру, так и трудозатраты коллег из информационной безопасности, специалистов, различных аудиторов и так далее, которые проверяют эту инфраструктуру. То есть все мы выполняем с помощью различных скриптов. Вот здесь просто я указал, куда часы. Здесь, в принципе, все понятно. Идем дальше. И на всякий случай, еще раз повторю, что безопасность в Айтишке, она является таким довольно большим комплексом мероприятий и включает в себя не только обеспечение физической и фактической безопасности, но и мероприятия обеспечения стадоустойчивости, надежности, доступности, соблюдения нормативных требований. То есть целый большой комплекс мероприятий, которые необходимо выполнять. И для выполнения мероприятий по обеспечению доступности мы используем такие технологии, как контейнеризация. Собственно, технология, в ней нет ничего необычного, но такой есть нюанс. Наш плагонский продукт является Bittrex, Bittrex, и здесь вендор нам говорит, что он официально микросервисную архитектуру не поддерживает, но тем не менее мы в своих решениях стараемся все-таки такую архитектуру использовать по ряду причин. Ну, первая причина в том, что у нас довольно много заказчиков, и у каждого заказчика может быть свой какой-то технологический стэк. То есть, условно говоря, у одного заказчика у нас PHP одной версии, у другого PHP другой версии, у третьего вместо Apache какой-нибудь PHP FPM, у третьего там, у четвертого там еще какие-нибудь нюансы. То есть, начиная от различий в операционных системах, заканчивая в версиях, в каких-то отдельных компонентах могут быть нюансы. И под каждого заказчика, под каждый его стенд, там, тестирование, разработки, продуктива, заводить виртуальную машину очень дорого. Поэтому, во-первых, для повышения, снижения затрат и повышения производительности разработки мы используем вот как раз-таки контейнерное решение. Что они из себя представляют? Каждый компонент решения мы заворачиваем в отдельный изолированный контейнер. Вот. И, собственно, если этот один компонент зависает или что-то с ним случается, он падает, там, все что угодно, нам нет необходимости перезагружать всю систему, мы перезапускаем просто отдельный вот этот компонент. И все проекты наших заказчиков крутятся, на одном-двух серверах. То есть много инфраструктуры здесь не требуется. И вот как раз-таки подход, когда нам нет необходимости перезагружать всю систему целиком, он обеспечивает доступность для пользователей. То есть мы обеспечиваем вот это мероприятие безопасности. Пользователи не... У них не теряется сервис. То есть они... Нет прерыва, перерывания в обслуживании. То есть они это не замечают. Поэтому такой подход, он также является мероприятием обеспечения информационной безопасности, в том числе, как и страны. Вот, идем дальше и поговорим про обеспечение надежности. Здесь первое, что приходит на ум, это кластеризация. Вот, то есть для чего, какие основные сценарии вообще использования кластеров? Может быть, вы знаете, основных, наверное, направлений использования три. Это повышение производительности сценарий, это обеспечение отказоустойчивости, и третье – это балансировка нагрузки. По первому сценарию тут более-менее все понятно. То есть если у заказчика есть потребность в масштабировании производительности, то есть бизнес-логика не справляется с наплывом пользователей, то увеличивается его производительность решения. То есть создается кластер более производительный, и производительность всей системы увеличивается. По второму тоже в целом все понятно. Создаются дополнительные узлы, которые обеспечивают избыточность, и у нас при падении одних компонентов их роль берут на себя другие. Вот по-третьему у нас история такая, что бизнес-логика справляется, все хорошо, но количество пользователей увеличилось, и они стоят просто в очереди. Вот при таком сценарии, чтобы очередь не скапливалась на входе в наше решение, мы делаем балансировку нагрузки на уровне веб-сервера. Вот поднимаем ее на уровне веб-сервера. То есть мы кластера строим как на базе коробочных решений, вот как мы на картинке нарисованы, то, что на битрикс предлагают, так и собираем собственными руками. То есть это тоже элемент обеспечения информационной безопасности, и мы обеспечиваем надежность наших решений. Вот, идем дальше. Еще один такой важный компонент обеспечения безопасности – это сервисная поддержка. То есть во всех крупных компаниях, Газпроме, Сбербанке и во многих других ни одно решение не поставят в промышленную эксплуатацию, пока вы не покажете, кто это решение будет поддерживать. То есть какая компания будет обеспечивать сервис. В нашей команде, так как мы являемся командой полного цикла, мы умеем еще и техподдержку оказывать. Из чего она состоит? Это инвентаризация обновления компонентов. То есть, условно говоря, мы смотрим, какие компоненты устарели, какие уязвимые и так далее, и их обновляем. Дальше проводим аудит безопасности. Здесь тоже все понятно. То есть мы сверяемся с какими-то реестрами Роскомнадзора, ВСТЭКа, смотрим, какие модули у нас решений обозначены в реестре, как уязвимые, устраняем эти уязвимости. Третье – мы работаем с документацией, актуализируем ее и разрабатываем при необходимости. Далее проводим системное обслуживание, резервное копирование. Здесь тоже все понятно. Различные профилактические мероприятия. Следим за тем, чтобы РК выполнялась, какие-то сценарии выполняем и так далее. Дальше – мониторинг и откат изменений. Тоже проводим мониторинг инфраструктуры, смотрим, что все легко, хорошо работает, проводим колст-чек. Если что-то не так, мы умеем откатываться на предыдущую версию, на предыдущие релизы, либо откатывать какие-то компоненты операционной системы на предыдущей версии в случае необходимости. Ну и последнее – мы умеем масштабировать нашу систему. То есть, если заказчик говорит, что хочу масштабироваться, увеличить количество там стендов тестирования, разработки, может быть, продуктивный стенд, делать припрод какой-нибудь дополнительный, мы тоже это все быстро делаем, все это тоже умеем. И это все составляет сервис наших продуктов, тоже элемент безопасной разработки. Как бы это странно ни звучало, но это так. То есть, сервис – это очень важный компонент именно обеспечения безопасности решений. Вот это тоже об этом нужно помнить. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, наверное, самое очевидное, в принципе, из моего доклада – это то, как разработчики должны работать с хранилищами кода своего, то есть результатов своей интеллектуальной деятельности. У нас основные угрозы безопасности, и, наверное, вы слышали, такие крупные утечки программного кода, персональных данных, они происходят как раз-таки при неправильных подходах к хранению кода и командной работы. То есть здесь у меня на слайде как раз написаны основные правила работы с такими хранилищами. Ну, зачитывать я, наверное, здесь не буду. Это такая довольно техническая информация. Но самое главное, что важно понимать. Вот так как вы студенты, вы – будущее нашей IT-отрасли, нужно, чтобы вы сразу понимали, что мероприятия, которые относятся к безопасности, безопасные разработки, они очень важны. И в тех командах, которые понимают, для чего это все делается, то есть не просто так, просто чтобы занять чем-то разработчикам. Если есть понимание, какие последствия можно предотвратить выполнением данных мероприятий, уровень таких команд значительно повышается, культура таких команд значительно повышается, и продукт, естественно, выходит более зрелый, более качественный, зачастую он выходит еще быстрее. То есть вот если возвращаться в процесс девопса, сейчас где-то с 2020 года такая тенденция появилась в разработке, называется security shift left. То есть если раньше в крупных компаниях у нас мероприятия по безопасности, они появлялись на этапах тестирования, приемочных испытаний, то сейчас их немножко сдвигают полево и говорят разработчикам, вот вам инструменты, например, статического анализа кода, отправляйте их в эти инструменты и проверяйте их сразу. То есть устраняйте какие-то критические уязвимости и на тест отправляйте уже проверенный код. То есть уже на этапе разработки необходимо выполнять мероприятия информационной безопасности. Это вот требования последних лет как раз-таки наша новая тенденция. Вот мы их также внедряем. Вот вместе с тем используем еще и правила хранения этого кода. То есть так как у нас есть внешнее хранилище, мы этому большое внимание уделяем. Вот это все, о чем я хотел сегодня рассказать. Спасибо. Я заканчиваю. Иван, спасибо вам большое. Очень рад, что сегодня все-таки удалось услышать, получилось послушать про DevOps, потому что, на мой взгляд, как-то это вослуживает большего внимания, как правило, потому что тот же самый Scrum, который Джефф Сазерланд, несмотря на то, что он один из его создателей, несмотря на то, что он еще автора джала-манифеста позиционирует именно как какое-то универсальное средство, на мой взгляд, все-таки не вослуживает внимание вопросы, связанные уже непосредственно, с развертыванием внедрением и, может быть, даже безопасностью проектов. Поэтому отдельное спасибо за то, что DevOps сегодня прозвучал. И пока ребята тоже думают на тему вопросов, есть несколько вопросов у меня. Во-первых, наверное, первый вопрос такой. Опять же, раз тема связана с безопасностью, то мне, блядь, больше всего интересно, а какие, наверное, может быть, не основные, а самые часто встречающиеся угрозы безопасности вообще применительно к портальным решениям. вообще вот можно назвать или можно выделить. Вот на что, в первую очередь, может быть, стоит обращать внимание? Ну, смотрите, у нас основные угрозы, они идут в том, что в программных продуктах, как я уже говорил, бывают дыры, которые не учитываются при разработке. То есть есть какие-то недокументированные возможности, которые используют злоумышленники. Вот, и на этом фоне разрабатываются эксплойты, и эти эксплойты потом дают какие-то дополнительный доступ злоумышленникам, и они получают доступ к нашим информационным системам. Вот, мы для этого ставим специальные барьеры, это IDS, IPS-системы, которые предпрощают, системы предпрощения вторжений, которые смотрят вот эти все подозрительные активности со стороны злоумышленников и вовремя их блокируют. То есть либо по сигнатурам, либо просто по подозрительному поведению. То есть это вот основные вгрозы, особенно с 2022 года по определенным причинам, да, у нас стало значительно больше таких событий, когда просто сайт атакуют всеми возможными способами. То есть и дыдосят, и различные эксплойты используют, и все-все-все. И для этого как раз-таки необходимо использовать качественные современные инструменты защиты. Вот это, наверное, самое главное. Спасибо. И тогда вот, наверное, связанный же с этим еще один вопрос есть. У меня где-то, наверное, последние года 4, может быть, чуть больше, я наблюдаю работы, скажем, я наблюдаю объявления там о хакатонах, о каких-то конкурсах, в том числе там научно-технических, в которых фигурирует применение методов именно искусственного интеллекта для обеспечения вот как раз-таки безопасности. Как правило, безопасности, правда, сетевой. То есть вы в своей деятельности какие-то элементы, может быть, искусственного интеллекта, машинного обучения используете, или у вас, как я понял, это все остается, скажем, на откуп соответствующих систем обеспечения безопасности, и непосредственно вы ничего такого не используете? Ну, смотрите, в той дочке, в которой сейчас я работаю, мы активно пока это не используем. Я знаю, что эти системы есть, и на предыдущем месте работы мы это внедряли. То есть этим обычно занимаются, да, как вы правильно сказали, специалисты информационной безопасности, они внедряют эти системы, а мы уже эти системы встраиваем в наши девопс-конвейеры. То есть, условно говоря, мы сами их не внедряем, это поле деятельности других служб, вот, но если они есть в компании, мы, естественно, их используем. То есть это служба анализа поведения, СИЭМ, так называемая система. Да, да, да. Вот, вот этот класс систем мы также, да, используем, и в нашей компании мы его тоже будем внедрять. Насколько я знаю, там, в конце года у нас какие-то системы должны появиться. Хорошо, спасибо. И еще один раз у нас, пока ребята в чате активность не проявляют, я, наверное, еще раз им напомню, что все-таки используйте уникальную возможность задать вопросы. Смотрите, помимо всего прочего у вас еще прозвучал человеческий фактор. Вот как я, правда, не совсем, может быть, уловил контекст, верно, человеческий фактор у вас прозвучал как вот именно момент, связанный с безопасностью, или вы имели в виду человеческий фактор как, ну, некоторую специфику накладываемую на сам процесс разработки в смысле девопса. То есть вот в каком ключе человеческий фактор в вашей работе? Да, человеческий фактор. Он, наверное, в первую очередь играет, давайте скажем так. Да, человеческий фактор в контексте моего выступления сейчас конкретно прозвучал в том смысле, что инженеры, системные инженеры, когда вручную настраивают какие-то конфигурации, или девопс-инженеры, когда пишут какой-то код, они могут ошибаться, то есть вносить какие-то некорректные параметры, некорректное значение, некорректные команды вводить. И вот если часто заставлять этих инженеров выполнять ручные операции, повышается количество ошибок. Поэтому мы уходим от этого подхода применением вот этих плейбуков, сценариев, автоматизации. То есть однажды написав скрипт, мы этот скрипт берем, относим к безопасникам, коллеги с безопасностью его согласовывают, смотрят, утверждают, и мы в дальнейшем его уже начинаем использовать в нашей работе. То есть человеческий фактор у нас уходит или минимизируется. Ну, вот получается просто, ну, как просто, не просто, но вы в первую очередь минимизируете количество операций, которые людям необходимо вручную совершать. Да, совершенно верно. А какой-то инструмент поиска аномальных значений, то есть все-таки какие-то операции уже остаются выполняемыми вручную, верно? Да, конечно, конечно. А вот с этой частью соответственно работы, используйте что-то для того, чтобы найти там выбросы либо что-то подобное. Опять же, если это ручный ввод, и ручная обработка. Ну, ручной у нас остается больше, наверное, аудит. То есть мы смотрим уже результаты, то есть периодически проводим аудит наших информационных систем, смотрим, как у нас отрабатываются наши скрипты, плейбуки, привлекаем тоже коллеги с безопасностью, чтобы они перепроверили нас. Вот, конечно, тут ручная работа, но она уже, ее объем гораздо меньше в сравнении с тем, что если мы постоянно это делали. То есть здесь мы, да, какие-то инструменты используем, но пока не в таком большом количестве. То есть у нас и для написания кода есть специальные инструменты, так называемые линтеры. Да, да, да. У нас есть скрипты, которые проверяют настройки безопасности. Мы их тоже разрабатывали вместе с коллегами из информационной безопасности. Но аудит, как правило, проводим вручную. То есть мы прямо идем по настройкам, смотрим, что все окей. И проводим это, ну, допустим, там раз в квартал, там раз в полгода что-нибудь такое, как регламентная работа. Ну, соглашусь, что, наверное, вот именно такой комплексный аудит это, наверное, безальтернативное в конечном счете средство. Особенно, естественно, при условии, что мы с вами понимаем механику этого аудита, регламент, и это все отработано неоднократно. И у меня вот последний заключительный вопрос, такой, опять же, возвращаясь немножечко непосредственно к девопсу, смотрите, вы могли бы попытаться сравнить специфику руководства команды, которая вот в рамках методологии девопс работает, и, скажем, какого-нибудь иной методологии. Есть какая-то принципиальная разница в самом процессе девопса, который вот накладывает ограничения именно на процесс коммуникации с людьми, взаимодействия, либо чего-то, в общем, на тот же самый человеческий фактор, только уже в ключе разработки. Да, я тут могу комментарии дать. Вот, смотрите, девопс, он и концентрируется на инструментах. То есть, когда мы внутри команды общаемся, там, девопсеры, разработчики подключаются, вот, мы концентрируемся на процессе с точки зрения инструментов. То есть, мы говорим, вот, ты должен использоваться вот таким инструментом, должен какие-то пайплайны выпускать, конвейеры, вот, для того, чтобы выполнять какие-то мероприятия на данном этапе. то есть, там, тестирование, проверки каких-то кусков кода, либо диплоймента. Вот, в командах продуктовых, ну, или когда процесс ведет руководитель проекта, project manager, у них немножко другое, другие коммуникации, они разговаривают уже не про инструменты, а про процессы. То есть, у них там такая абстракция немножко, они больше акцентируются на таких верхнеуровневых задачах. То есть, вот, здесь специфика только в этом, что DevOps, он акцентируется на инструменты и на применение этих инструментов в работе, а проектная работа, она акцентируется на процессы, сроки, какие-то промежуточные результаты и всякие разные артефакты. Вот, это один тоже из очень любопытных моментов, почему такой вопрос задал, потому что нередко, когда беседуешь с ребятами в процессе лекции или еще чего-то, люди читали отжайло-манифест и иногда бывает местами трактуют его слишком буквально. Дело в том, что отжайло-манифест, если мне не изменяет память, он начинается с фразы, что люди и взаимодействие важнее инструментов. Да, да, да. И поэтому очень часто люди трактуют это словосочетание, эту фразу, как то, что инструменты не важны совершенно и приходится как раз-таки в диалоге, как правило, говорить о том, что написано важнее, не означает, что что-то не является важным в принципе. То есть даже такие вот моменты, связанные с описанием методологии, с agile-манифестами, их еще нужно не только уметь прочитать, но уметь понять и интерпретировать в том числе. Спасибо большое, Иван, еще раз. Было очень интересно, мне очень понравилось, потому что, опять же, повторюсь, я редко про DevOps именно слышу и сталкиваюсь с ним, может быть, даже на ролике каких-то конференций, потому что, как правило, когда вопросы идут касающиеся программной инженерии, гораздо более чаще говорят про тот же самый скрам, и повторюсь, мне кажется, это не совсем верно, не совсем корректно. Спасибо еще раз большое, надеюсь, опять же, не последний раз с вами общаемся, если вы хотите, если у вас есть время, то оставайтесь с нами, послушайте программу летней школы дальше, если нет, то, в общем, большое вам спасибо еще раз и всего доброго. Спасибо. Спасибо.